И в 20 веке начинается то, что движение, которое сегодня называют экуменическим движением в церкви. Экуменическое движение. От слова экуменизм, которое переводится как объединение или единство. Экуменическое движение. Экуменизм переводится как объединение или единство. Даже не знаю, может, с греческого. Единство, объединение. Вопросы единства возникали и раньше. Допустим, отправляли миссионеров в какие-то страны, недостигнутые для Христа, и приезжали миссионеры, допустим, от литеран, методистов, баптистов. И начинали ссориться из-за паства. Конечно же, ничего хорошего в глазах язычников это впечатление не производило. Получалось так, что люди отказывались идти вообще в какую-либо церковь. Такие случаи происходили. Конечно же, на это обратили внимание. И нашлись люди, которые боролись за устранение этого единства как минимум на миссионерских полях. Но, тем не менее, это привело к организации некоторых таких всемирных организаций. Один из лидеров этого движения, того времени, напишите, Чарльз Брэнд. Чарльз Брэнд. Чарльз Брэнд. Брэнд. Чарльз Брэнд. Чарльз Брэнд. И он, он сам из США, ратовал за организацию единства. В доктринах или как минимум в организации. Создает организацию, которая называется вера и порядок. Создает организацию, которая называется вера и порядок. Вера и порядок. В 1927 году, в 1927 году проходит ее первый всемирный конгресс в Швейцарии. В 1927 году происходит ее первый конгресс в Швейцарии. На нем присутствуют представители 108 деноминаций. Первый конгресс этой организации, Вера и Порядок. В 1914 год, человек по имени Натан Содерблюм. Он швед и архиепископ Шведской Лютеранской Церкви. Натан Содерблюм, он швед, архиепископ Лютеранской Церкви, создает организацию жизнеслужения, которое также преследует экуменические цели или цели объединения. жизнеслужения организация называется. Эти раньше, да. В 1925, прошу прощения, нет-нет-нет, в 1948, в 1948, в 1948 две организации объединяются в одну. В 1948 две организации объединяются в одну. Всемирный Совет Церквей. Всемирный Совет Церквей. Всемирный Совет Церквей. Офис его находится в Женеве. Офис находится в Женеве. И вы можете не записывать, я просто зачитаю, где и когда проходили конгрессы этой организации. 1961 год в Нью-Дели. 1968-й Упсала, Швеция. 1972-й Найроби. Это Кения, если я не ошибаюсь. 1983-й Ванкувер. И так далее. Сегодня в Всемирный Совет Церквей входят, или представители своих хотя бы имеют, почти все христианские церкви и организации. И также началось внутреннее, внутридинаминационное объединение. Дело в том, что когда пала в 20 веке колониальная политика, то многие церкви становились национальными церквями, добивались независимости. Допустим, существует Африканская Англиканская Церковь. Или Африканская Лютеранская Церковь. Или Лютеранская Церковь в Латинской Америке. И они уже становятся независимыми от Европы, от европейского своего центрального офиса. И пришел момент, когда уже были определенные разделения даже внутридинаминации. И поэтому создавались экуменические такие, внутрисоюзные организации. Напишите так, 1923 год, Лютеранская Всемирная Организация. 1923 год, Лютеранская Всемирная Организация. 1923 год, Лютеранская Всемирная Организация. Тоже офис в Женеве, Женево любит эти вещи. 1970 год, 1970 год, Всемирный Альянс Реформационных Церквей. 1970 год, Всемирный Альянс Реформационных Церквей. И Женево становится столицей экуменического движения. Сам город Женево становится столицей экуменического движения. Позже происходит еще одно интересное событие. Вот эта организация, Всемирный Совет Церквей, В 1981 году, 1981 год, проводит свой конгресс или конференцию в Перу, город Лима, столица. И там были представители 300 деноминаций христианских. И они подписали общий документ, во что мы верим, он назывался так, во что мы верим. И там основные христианские доктрины были взяты, как о триединстве, искупительной жертве Иисуса Христа и так далее. То есть первостепенные, важные и единые для всех христиан были взяты. И этот документ был подписан всеми. То есть они взяли главное, во что все верят одинаково, сформировали это, подписали на этом основании, чтобы двигаться в дальнейшем единстве. Еще одно интересное событие произошло, которое также касается экуменического движения. Напишите, 1950 год, 1950 год, в Риме проходит Второй Ватиканский собор. Второй Ватиканский собор. Обсуждается экуменическое движение, то есть как к нему относиться, католиками. Обсуждается экуменическое движение, как к нему относиться. Интересно, что на этом соборе католики признали следующие вещи. Первое, что католическая церковь также содействовала разделениям в истории церкви. Да, также признали, признали христиан, протестантов, верящих во Христа и прошедших определенную форму крещения отделенными братьями. То есть повернулись лицом к протестантизму и начали определенный диалог. И начали диалог с другими христианами. То есть это был такой поворотный момент в истории католической церкви, когда они, в принципе, открыли себя для общения с другими конфессиями. И в 1968 году католическая церковь вступает в Всемирный Совет Церквей. В 1968 году католическая церковь вступает в организацию Всемирный Совет Церквей. С этого момента начинаются определенные изменения в католической церкви. Допустим, сегодня уже есть в многих приходах современное служение поклонения. Собрания проводят на родных языках, которые народ понимает. Всемирный Совет Церквей. Всемирный Альянс Церквей. Начинает опять интерес к миссии, евангелизации, к евангелизму у них возрастает. Молятся Пятидесятницы в Новой Пятидесятнице, в католической церкви и так далее. Хорошо. Мы идем дальше. И следующий подзаголовочек такой напишите. Пятидесятническое пробуждение. Пятидесятническое пробуждение. Пятидесятническое пробуждение. На самом деле, я уже говорил, что ранние Пятидесятники до Пятидесятницы на Азуза стрит были. И на протяжении, если было время, мы бы проследили на протяжении всей истории церкви документально засвидетельствованные моменты о чудесах и сверхъестественных проявлениях Святого Духа. Но они были в истории церкви, всегда были, всегда возникали. Сегодня около полумиллиарда людей, христиан, говорят на иных языках. Это в различных конфессиях. Не обязательно, что это Пятисятники или харизматические церкви. Хорошо. То пробуждение Пятидесятническое, о котором мы говорим, началось с человека по имени Чарльз Пархам. Началось с человека по имени Чарльз Пархам. Он сам был методистом из движения святости. Чарльз Пархам. Пархам был методистом из движения святости. И в 1898 году, в 1898 году, в Канзасе, в городе Топека, начинает библейскую школу, которая называется Вифиль. В этой школе учатся 40 студентов. Обучение в школе происходит следующим образом. Там нет тематического разбора слова. Они изучают Писание так. Начинают с первой главы Бытия. И на уроках ежедневно идут дальше, дальше разбирают места Писания. Читают и комментируют. Изучают в таком хронологическом порядке. Изучают в таком порядке Писание. То есть, нетематическая была школа. И в 1900 году, в 1900 году, как раз перед Рождеством, перед Новым годом, он уезжает на какое-то время, а они дошли до книги Деяния апостолов. И он дает студентам задание самостоятельно разобрать первые главы, да какой-то главы Деяния апостолов, сделать выводы, и когда он приедет, поделится этими выводами. Когда он уехал и вернулся, они поделились выводами. Они сказали, что крещение Духом Святым, сила Духа Божьего нужна церкви сегодня. И знамением ее являются пророчества и говорения на иных языках. Знамением крещения Духом Святым. Он, изучая это место Писания, он согласился с этим. Самое интересное, что и до этого некоторые методистские проповедники, они говорили об этом, они проповедовали, а задолго до этого ездили и проповедовали об освящении и о крещении Духом Святым. Дуайт Муди проповедовал, Эван Робертс проповедовал. Многие проповедовали об этом. И они начинают перед рождественскими праздниками, они начинают искать этого, молиться об этом. И в ночь на Рождество самая молодая студентка, ей 17 лет, ее зовут Агнеса Озман. Агнеса Озман получает крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Агнеса Озман, самая молодая студентка. Три дня говорила на иных языках, не могла остановиться, не говорила почти на своем родном. Говорят, ну опять это с их слов, что ее лицо сияло в этот момент, когда это произошло. Они не просто сказали, о, хорошо. Они поехали в город, взяли специалистов-лингвистов, ученых, привезли их. И те изучали этот феномен. И нашли, когда она говорила, нашли 21 диалект земной. Среди них там какие-то европейские языки. И даже утверждали, что она говорила по-китайски. И также говорят, не знаю, насколько это так, что периодически она даже писала иероглифами. И самое интересное, что первые пятидесятники очень часто, говоря на языках, говорили также на человеческих языках, которых они и не знали, и не говорили. Из этого было учение такое, что вот на каком языке ты говорил, в тот народ ты должен был ехать. И люди ехали, но по приезду порой оказывалось так, что они уже не говорили на этом языке, у них не получалась миссия, многие разочарованными, к сожалению, возвращались. У кого-то получалось. Хорошо. Уже такое событие происходит. Он со своей командой начинает какое-то время ездить. Они проповедуют это учение. И в общей сложности по всей Америке у них около 15 тысяч последователей. То есть те, кто принял это учение, те, кто двигаются, как они. В 1905 году, в 1905 году, 1905 год, он в Хьюстоне, в городе, в Техасе, также открывает подобную библейскую школу в Ефиль. Пятый год в Хьюстоне тоже начинает такую же библейскую школу. В этой школе учится темнокожий американец по имени Вильям Сеймур. Вильям Сеймур. Учится темнокожий американец по имени Вильям Сеймур. Еще его родители были рабами, а он уже свободный человек, верующий, христианин, учится в этой школе. У него не было одного глаза. Вильям Сеймур. У него не было одного глаза. И законы того времени запрещали в одной аудитории темнокожим и белым учиться. И они нашли компромисс. Они открывали дверь класса, ставили стул за дверью, и он сидел и таким образом учился. И закон был соблюден, школа не была закрыта властями. И он обучался, представьте себе, в таких вот условиях. Он принимает учения о крещении Духом Святым, но сам еще не крещен Духом Святым. Сам еще не говорит на иных языках. И после окончания библейской школы его приглашают в Лос-Анджелес, в церковь Назареев. Это как бы ответвление от методистской церкви. И церковь темнокожая. То есть все афроамериканцы. Он едет туда, проповедует там о крещении Духом Святым. Но, скажем так, старейшины церкви, лидеры церкви отвергают этого. Его просят уйти из церкви и не проповедовать об этом. Но одна из семей в этой церкви, Эсбери их фамилия, они предлагают ему свой дом, свою как бы квартиру для того, чтобы он там проводил свои богослужения. И это на Бонни Брэй улицы начались первые вот пятидесятнические такие проповеди, хотя они еще и Духом Святым крещены не были. В 1906 году, в 1906 году, 9 апреля, впервые на этом собрании. Молодой там парень, мальчик, он крестился Духом Святым со знамением говорения на иных языках. И когда он встал, чтобы свидетельствовать об этом, когда он начал во время молитвы, во время хода одного из собраний, когда он начал свидетельствовать об этом, он встал и стал говорить об этом. Ну, сила Божья сошла, тоже люди падали на пол, начинали молиться на иных языках, говорить. Самое интересное, что будущая жена Сеймура, Джейми Мур ее звали, Джейми Мур, она была одной, тоже темнокожей, одной из прихожанок-лидеров церкви, она села за пианино и начала играть, хотя до этого никогда не училась играть на пианино. И до конца жизни, как бы, ну, вот этот вот дар не оставлял ее. Это произошло тогда, в 1906 году. Об этом сразу весть распространилась всюду, и толпы людей стали приходить к ним на собрания. Понятно, что в квартире, в комнате это проводить уже стало невозможно. И тогда они идут, снимают, ну, как бы, помещение бывшей методистской церкви тоже, на темнокожих. Она заброшена была, там была и склад был, там чуть ли не конюшня, коней там держали. И она находилась на улице Азуза-стрит. И вот эта вот, как бы, улица стала известной благодаря феномену Пятидесятницы. И они вначале называли свою церковь «Миссия на Азуза-стрит». Началось пробуждение такое серьезное. Собрания проходили ежедневно, причем с утра и до вечера по несколько собраний. Три года подряд это длилось. Три года подряд это длилось. Церкви отнеслись к этому по-разному. Были те, кто принимали это, сами вступали в ряды, как бы, целые церкви переходили. Азуза-стрит. Азуза-стрит. Это улица, название улицы, где началось пробуждение, где была эта церковь. И какие-то церкви категорично отвергали это, встали против этого, не соглашались с этим. Было по-разному, конечно же. Но, тем не менее, пробуждение песятническое из Азуза-стрит распространилось по всему миру. И мы уже говорили, что около полтора миллиарда верующих сегодня во всем мире разных конфессий говорят на иных языках, верят в проявление даров Святого Духа. Пресса тоже относилась так, очень негативно к этому. Если в Америке пресса еще относилась так свободно, там, понятно, в суд можно подать на прессу, если что, да, люди знают свои права. То когда песятница пришла в Европу, особенно в Германии, она встретила сильное сопротивление. Если говорить о Европе и говорить о проценте по отношению к населению пробуждения, то самое большое оно было в Румынии, а в Германии, наоборот, очень туго шло. В немецкие газеты писали статьи, в то время были, где писали про ранних песятников, и статьи, допустим, могли называться так, «Фабрика идиотов». Говорили, что приходил нормальный человек туда, уходил не в себе, да, ну, как идиот. У нас как-то преподавал и потом служил в церкви пожилой американец, Ральф Робертс его звали, его бабушка была частью пробуждения на Азуза-стрит. Она не была там лидером, была просто женщиной, которая покаялась, крестилась Духом Святым. И она, когда приходила домой, а ее муж пил, бил ее и говорил ей, ты опять ходила в то собрание, где люди молятся на козлиных языках. Вот такое вот отношение было со стороны, как бы, мира в то время. Хорошо, к 1909 году пробуждение на Азуза-стрит, именно на Азуза-стрит, угасает. Но к этому времени оно уже распространяется по всему миру. 1909 год, пробуждение на Азуза-стрит, угасает. Пробуждение на Азуза-стрит, угасает. И называют несколько причин, почему это произошло. Как бы, первая причина, это конфликт между лидерами. Конфликт между лидерами. Даже было такое, что был конфликт на расовой почве. Белые с темнокожими не могли там разобраться. Конфликты между лидерами. Также говорят, что давление и оппозиция со стороны остального мира также привела к этому. Оппозиция со стороны остального мира. Оппозиция со стороны остального мира. И плюс еще обвиняют Сеймура в том, что он решил упорядочить служение. Типа он придал служению форму, упорядочил его, она уже не лилась свобода. И это привело к тому, что пробуждение угасло. Но смотрите, никакое пробуждение вот такое, оно все равно не длится вечно. И рано или поздно, если ему не придать форму, то ты потеряешь и тех людей, которые там были. Поэтому это нормально, я думаю, что Сеймур стал придавать какую-то форму. Вообще, если мы читаем Писание, Христос не против формы. Когда он говорит о вине и мехах, если вы помните, да, он же не против мехов, правда? Просто он говорит, что для определенных видов вина нужны определенные виды мехов. Новые и старые. Верно же? С одной стороны, понятно, мы понимаем, что не вино придумано для мехов, а мехи для вина. Не было такого, что человек изобрел меха и думал, что что-то налить, что что-то налить, и взял, придумал вино. Такого не было. Было вино, придумали меха, чтобы его в них хранить. Я думаю, что Христос нормально относится к мехам, потому что, смотрите, если будет вино, а не будет мехов, ты на пол его нальешь, пить будешь? Откуда? Меха нужны, форма нужна. Другое дело, что когда вино меняется, и меха должны виняться. То есть, когда определенные события происходят в церкви, методы меняться должны. Есть церкви, которые зациклились на методах каких-то старых, и у них сегодня, естественно, что нет успеха. Методы должны меняться. Церковь, прогресс меняется, человечество меняется, методы меняются, стратегия меняется. Цель всегда остается одной и той же. Амин. Цель неизмена. А с методами вообще не должно быть вопросов. Амин. Слава Богу. Хорошо. Пойдем дальше. И апостолом Европы, писятиническим апостолом Европы считают человека по имени Томас Барретт. Томас Барретт. Томас Барретт. Томас Барретт. Он англичанин, но у него церковь в Норвегии, в городе Осло. Он миссионер. Миссионер в Норвегии, в городе Осло. У него большая церковь по тем временам. В 1906 году он едет в Нью-Йорк и какое-то время живет там. В 1906 году едет в Нью-Йорк и какое-то время живет там. Он слышит о пробуждении на Азуза-стрит, но никак не может туда попасть. Не получается у него. Но принимает крещение Духом Святым от людей, которые были в том собрании, посещали то собрание. И они молятся за него. Он получает крещение Духом Святым. Когда он возвращается в свою церковь в Осло, он начинает проповедовать конкретно о Пятидесятнице. Конечно же церковь разделяется. Но тем не менее дальнейшее его служение достаточно успешное все равно. Есть еще один человек, который также повлиял на Пятидесятническое пробуждение. Мы нескольких запишем в Европе. Его зовут Александр Боди. Александр Боди. Александр Боди. Александр Боди. Он сам англичанин тоже. И пастор в небольшом городе английском. Город называется Нью-Касло. Александр Боди. Пастор небольшой церкви в Англии в Нью-Касло. Да. Он также принимает весть о крещении Духом Святым, о Пятидесятнице. Делает это в своей церкви. Церковь крестится Духом Святым. Оттуда распространяется по всей Англии Пятидесятница. А вообще эта церковь, где он был пастором, это церковь Смита Вигилсфорта, если слышали о таком. Оттуда Пятидесятница по всей Англии распространяется. Еще один известный деятель Пятидесятницы в Европе это Леви Петрос. Леви Петрос. Леви Петрос. Он шведцам. И пастор баптистской церкви в Стокгольме. Леви Петрос. Баптист, пастор церкви в Стокгольме. Он едет в Норвегию к Тому Субарату. И на собрании получает крещение Духом Святым. Возвращается, начинает проповедовать у себя в церкви. Тоже небольшое разделение происходит. Но большинство людей идут за ним. И вот церковь известна в те времена очень сильно по всей Европе. Она называется Филадельфия. За время своего служения он основал 500 церквей и отправил 100 миссионеров. В Стокгольме. Основал 500 церквей и отправил 100 миссионеров. В 30-е годы у него было самое большое здание в Швеции точно, а может быть и в Европе на 4000 мест. То есть как бы не было таких больших зданий. Раньше не строили. И это происходило в годы экономического спада и депрессии. У всех была депрессия, а у них было вроде нормально. Слава Богу. И в то время она была самой большой пятидесятнической церковью. Слава Богу. Хорошо. И давайте поговорим о пятидесятнице у нас. О пятидесятнице на нашей территории. И апостолом пятидесятнического движения в бывшем Советском Союзе является человек по имени Иван Ефимович Воронаев. У нас который, да. Иван Ефимович Воронаев. Иван Ефимович Воронаев. Настоящее его имя. Это не настоящее имя. Это псевдоним, который пришлось ему взять для того, чтобы проповедовать Евангелие. Воронаев, да. Настоящее его имя. Никита Петрович Черкасов. Никита Петрович Черкасов. Никита Петрович Черкасов. Никита Петрович Черкасов. Родился в 1885 году в Оренбургской области. Служил в казаках, был военным. В 1907 году покаялся в Ташкенте. И стал членом Баптистской церкви. В 1907 год покаялся в Ташкенте и стал членом Баптистской церкви. Он служит, является хорошим проповедником. Во многих областях России служит. Но в 1912 году из-за гонений со стороны православной церкви он со своей женой Екатериной и двумя маленькими детьми эмигрирует в США. В 1912 год он со своей женой Екатериной и маленькими детьми уезжает в США, в Сан-Франциско, в Калифорнии. Сан-Франциско в Калифорнии. И там становится пастор русской Баптистской церкви. Через какое-то время переезжает в Нью-Йорк, где тоже служит. А его дочь Вера начинает дружить с одной девочкой Анной, а ее семья посещает писятнические собрания. Но не русские, а просто писятнические собрания, те, которые в Америке проходят. И Варанаев, конечно, этому сопротивлялся. Он недоволен был. Он был баптист, настоящий баптист. И на одном из собраний его дочь Вера получает крещение Духом Святым. Когда он узнал, он ее из дома хотел выгнать. Но потом наблюдал за ее жизнью и поведением и видел, отмечал положительные вещи, которые происходят в ней. И задумался, не мог как бы игнорировать это, как человек объективный, знаете. Пришел на собрание и сам получил крещение Духом Святым. Когда он получил крещение Духом Святым, об этом узнали другие члены баптистской церкви, лидеры, говорили следующее. Его знали все, уважали, любили, поэтому говорили следующее. Это невозможно, чтобы такой интеллигентный, образованный человек, как Варанаев, мог опуститься до того, чтобы говорить и молиться на языках этих фанатиков. Поэтому он понимал, что он же не может находиться в баптистской церкви. И сложил себя полномочия служителя, пастора. В 1919 году организовал церковь пятидесятников в Нью-Йорке. Русских пятидесятников. В 1991 году организовал церковь пятидесятников русскоязычных в Нью-Йорке. Для своих богослужений взял в аренду зал Пресвятырианской церкви, которая к тому времени пустовала. И у него сразу была команда. Это 19 человек из его баптистской церкви, которые пошли за своим лидером, также были крещены Духом Святым. И также в этой церкви были эмигранты из Украины, Польши, России и так далее. Интересно его возвращение обратно. Его возвращение в Россию. Перед этим я отмечу, что он открывал пятидесятнические общины русскоязычные в США. Можете не записывать, я просто прочитаю. В Бостоне, Филадельфии, Джерси. Еще в нескольких городах и так далее. И как бы говорят, рассказывают следующую историю. Воронаев любил уединяться и в такой парковой или лесной зоне молиться Богу, узнавать его волю, молиться о своем призвании. И однажды во время такой молитвы произошло следующее. Бог ему сказал, ты должен вернуться в Россию. А если он уезжал из России, а сейчас вообще Советский Союз там уже. И так гнали верующих, а там вообще сейчас серьезно. И хотя интересно, что первые евангельские верующие сидели в тюрьмах раньше вместе с революционерами. И там они общались и те говорили, будет равенство, будет все хорошо, все будут свободны, будешь верить как хочешь. И многие верующие евангельские по этому революцию, если не поддерживали, то отнеслись к ней достаточно положительно. А потом все обернулось другим боком. И вот он молится, и Бог ему говорит, ты должен вернуться в Россию. И он говорит, как, как я с семьей, как я буду там кормить семью вообще, как я за ними буду, ну, а я же заботиться о них должен. И Бог ему говорит, зайди за куст. И он зашел за куст и обнаружил там корзину с горячей едой. Открыла там горячая вода, еда. И Бог говорит ему, так буду кормить тебя в России. И не знаю, бабушка там забыла эту корзину или ангел принес. Ну, в общем, вот такой факт. И он расценил это как реальное призвание от Господа. И так и происходит. В 1920 году три семьи едут. Воронаев, Котловичи и семья Заплишных. Воронаевы, Заплишные, Котловичи. Уезжают из Нью-Йорка и приезжают сначала в Европу. Останавливаются в Болгарии. Останавливаются в Болгарии, проповедуют там Пятидесятницу. В течение одного года они находятся там. И за один год началось 18 общин. За один год в Болгарии началось 18 общин. Те семьи остаются трудиться в Болгарии. За короткое время число Пятисятников в Болгарии 5000 человек достигает. А Воронаев отправляется в Советский Союз. Отправляется на Украину. В 1921 году пребывает в Одессу. В 1921 году пребывает в Одессу. А те уже знают, кто едет и ждут их. Специальные люди в штатской форме. И когда он приезжает с семьей, их сразу говорят, пройдите, пожалуйста. Проводят. Допрашивают долгое время. Обыскивают. Конфискуют у них деньги. Оставляют только самые необходимые вещи. И после этого отпускают. И какое-то время он трудится в Одессе. И в Одессе основал Пятидесятническую церковь. Это тоже в 1921 году. 12 ноября произошло первое собрание. Евангельских христиан, Пятидесятников здесь в Одессе. Это была первая вообще в Советском Союзе община. В 1921 тогда же. В 1924 году. В 1924 году был основан Союз христиан веры евангельской. И Пятидесятница распространяется по всему Советскому Союзу. По всей Украине, Урал, Ташкент, Сибирь. Собираются съезды христиан веры евангельской. Резолюции о вероучении принимаются. Молитвенные собрания проходят. Праздники справляют. Отношения к другим церквям разрабатывают. Отношения к браку и разводу. Как руководить людей. И так далее. В 1926 году Варанаев издает краткое вероучение христиан веры евангельской. Краткое вероучение христиан веры евангельской. В 1930 году Воронаев и еще 400 лидеров Писяднического движения были арестованы и сосланы в Сибирь. В 1930 году Воронаев и еще около 400 лидеров Писяднической церкви были арестованы и сосланы в тюрьму. По сути церковь обезглавлена. Есть такой момент, что было обучение лидеров, образование лидеров в это время, но еще не было библейских школ для всех членов церкви. И когда церковь обезглавили, некоторые проблемы и в руководстве, и в вероисповедании возникли. Не все люди знали Писание. Были церкви, где остались одни сестры, всех братьев посадили. Было и такое. И что интересно, что во времена Воронаева, я не знаю, насколько это известно, это из документов, союзов, вот этих соборов, съездов, союзов, во времена Воронаева были сестры, которые были на полном служении как миссионеры от союза. Представьте себе. Конечно, они подчинялись братьям в опросах этих, все, но были сестры на полном служении как миссионеры. Как тяжелое время, да, сто процентов. У нас недавно в Молдове, это где-то было месяца 3-4 назад, у нас союз 50-ников, он такой неоднородный. У нас было 5 течений 50-ников, и если я не ошибаюсь, в 1995 году они сумели объединиться в один союз. Все стали мыть ноги, потому что у нас были моющие, не моющие, регистрированные, естественно, не регистрированные, и много каких-то пророчествующих, такие, другие. Они объединились в один союз, и сейчас такой поддерживают мир внутри, но все равно в некоторых моментах он хрупкий. Есть церкви 50-нические, которые входят в союз, но друг с другом не сообщаются. И так есть. И на севере есть такой консервативный епископ, Петр Борщ, такой он пожилой уже. И интересно, что месяца 3-4 назад у них состоялся съезд такой на севере, он вызвал одну сестру, а там покаялась сестра одна на севере Молдови в селе, стала проповедовать, вокруг нее люди стали собираться. Крючу собралась человек 40, от 40 до 50 человек. Так, служителя нет, никто ехать не хочет. Петр Борщ вызвал ее, такой консервативный очень епископ, вызвал ее на сцену, и сидят одни братья, и он говорит, это пастор. И все такие, он говорит, что режет слух, мне тоже режет. Если кто-то сегодня найдется, кто поедет туда делать ее работу, все, не вопрос. Но если не находится, это пастор, говорит. И какое-то изменение в мировоззрении, конечно, происходит, изменение мировоззрения. Давайте закончим с Воронаевым. Что с ним произошло? Из тюрьмы он так и не вышел. Да, он умер там. Как умер? Неизвестно, нет точных данных, но есть свидетельство того, что он насмерть был затравлен собаками. На него спустили собак, и он насмерть был затравлен собаками. Сразу НКВД распространило фальшивое письмо Воронаева, где он якобы перед смертью отрекается от Христа. И это посылали по общинам и так далее. Но вот представьте, человек терпел, 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 перед смертью взял отрекся. Нелепость, и, конечно же, это неправда. Также умирает и его дочь Вера репрессированная. Опять НКВД пускает слух о том, что она умерла от сифилиса. Представьте себе. Конечно, гонения на бесятников продолжаются. В 1956 году жена его, Екатерина Воронаева, с детьми, их отпускают, они эмигрируют в США. Конечно, там многие политические деятели западные приложили усилия для того, чтобы их отпустили. А до этого, до того, как ее в 1956 году отпустили, она 25 лет провела в ссылках в общей сложности тоже вместе со своим мужем. Но, тем не менее, песятническое пробуждение в Советском Союзе распространялось. И сегодня оно есть так, как есть. И оно заложило основания также для многих дальнейших пробуждений. Хорошо, идем на перерыв. И у нас будет последний урок. И мы закончим тему.